Светики, это Fashion Teleport на Беларусь Fashion Week. Сегодня третий заключительный день и мы познакомимся с новыми коллекциями самых топовых дизайнеров Беларуси. Идете с ними знакомиться, а напоминаю, что наш партнер Корней Моделс. Янина, наконец-то мы тебя словили. Ты тут самая занятая пчелка, которая бегает по Беларусь Fashion Week, неуловимая вообще. Расскажи, как у тебя сейчас дела? Спасибо, все хорошо. Я очень рада видеть гостей, друзей, людей, которые посещают Беларусь Fashion Week ежесезонно. Люди, которые неравнодушны к беларусской фэшн-индустрии. Беларусь Fashion Week является центральной модной точкой, где демонстрируют в своей коллекции лучшие ведущие дизайнеры страны. Также всегда представлены гостевые коллекции. В основном это дизайнеры из Европы. В этом сезоне были представлены коллекции дизайнера из Италии, из Польши и из Узбекистана. Также мы рады всегда дизайнерским коллекциям из России и Украины. А сейчас ближе познакомимся с гостями третьего дня Беларусь Fashion Week. Привет, девчонки! Какую коллекцию только что смотрели? Наталья Хорж. Расскажите, как вам, понравилось? Да, можно сказать, что затянуто было, но нет. Потому что этот показ, он был такой легкий. То есть, ну, это было налегке, и музыка создавала какую-то особую атмосферу. Мне понравилось. А вам что понравилось больше всего? Навея на Париже, мне понравилось название такое достаточно символичное. Ну, в принципе, все, что я увидела, в большинстве своем я бы добавила себе в гардероб. В прошлом сезоне Беларусь Fashion Week проходил в такой более лофтовой атмосфере. Вам как нравится? Больше как здесь, в Белое Экспо, или как было в прошлый раз? В прошлый раз. Мне больше здесь. Понял. Мнения расходятся. А почему? Потому что в прошлый раз было больше, знаете, эмоций каких-то. Стрит-стайл, улица, все это такое гранжевое. А что скажете в защиту Белое Экспо? Я скажу, что я за комфорт, за классику. В какой-то степени, то есть я менее эпатажная просто, и все. Вот. Вот так, вроде бы подружки, да, а все равно на разных направлениях бегаетесь. Хорошего спасибо вам, приятного вечера. Наслаждайтесь коллекциями, еще у нас много чего интересного. Видите, как вас тоже на публиках встречают белорусских дизайнеров. И это только начало, но самое интересное творится за кулисами. Куда я вас сейчас проведу? На бэкстейдж. Идем, идем, идем. Итак, как я вам обещала, я вас провела на бэкстейдж. И прямо сейчас вот девочки готовятся к показу Балуновой. Привет. Расскажи, что сегодня на тебе надето? Какой у тебя лук? На меня надето платье от Брэда Балунова. Собственно, вот вы можете его посмотреть. Оно из-за льна. Вот с такими блестящими вставочками. Просто, но красиво, вот я считаю так. У вас, у тебя еще сережки какие красивые? Да. Это еще один элемент. Куда бы ты сходила в таком наряде? Погулять. Погулять днем, например, когда теплая погода. Вполне очень комфортно, потому что материал удобный, дышащий, так сказать. Это деловой образ, и при этом он очень легкий, но если снять, то будет достаточно откровенный. То есть его можно, скажем так, интеплировать как вечерний, потому что он стоит лен. То есть если вы потрогаете, ткань очень легкая, для лета она максимально практичная. Поэтому образ такой достаточно универсальный, как вечерний, так и дневной, так и в офис можно надеть спокойно. Класс. А ну покажи теперь свое боди. Действительно очень вызывающе. Ну тогда удачи тебе на подиуме. Будем смотреть на тебя. Лариса, прежде всего хочу вас поздравить с презентацией вашей коллекции. Вообще очень бомбезно. Публика встретила, мне кажется, очень классно. Расскажите немножко о истории создания коллекции. Вот чем вдохновлялись, когда ее создавали? Мы, в принципе, взяли за основу архитектуру, которая была создана новелем в Абу-Даби. Это новый музейный комплекс под названием «Вулу-Абу-Даби». То есть я была там в путешествии, и то, что я увидела, то есть это архитектура, это белоснежные стены, это различные софта мрамора, которые использовались, это купол, который в разное время суток ажурный пропускает лучи света. И поэтому, в принципе, мы сделали коллекцию природной, чистой, архитектурной. Плюс с вкраплениями ярких цветов. Действительно коллекция получилась очень натуральной. Вы использовали много льна. Я видела, да, что еще? То есть у нас, в принципе, мы лоббируем вопрос эко-темы, потому что на сегодняшний момент я считаю, что это самое актуальное, то есть это комфорт, приближенность к природе, это тактильные ощущения, приятные. И, в принципе, поэтому у нас в коллекции и лен, и вискозы, и хлопки. Даже если мы какие-то используем ткани ненатуральные, то они по своим свойствам, они очень высокотехнологичные, и они по своим свойствам ничем не уступают натуральным тканям. Вещи смотрятся очень просто, но очень необычная конструкция. Особенно мне понравились кюлоты с плиссе и там разрезами еще такими были. Очень интересные. Ну, я говорю о том, что мы используем архитектурный крой. То есть для нас очень важен конструктив, сама ткань, подача и чистота. То есть я считаю, что в форме, в простой форме, ну, заложена истина, скажем такая. Белорусский Fashion Week в первую очередь ставит с собой цели – это продвижение интересов белорусских производителей. Потому что наше название и место расположения говорят о том, что мы локальная неделя моды, и мы не претендуем на международную платформу, потому что наша задача – продавать белорусских производителей за рубеж. Беларусь Fashion Week – это платформа, где есть место творчеству, причем не только в дизайнерском отношении, а и изобразительному искусству. Аня, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вот прямо сейчас за нами находится, чему эта выставка посвящена? Данная выставка была специально разработана нашей школой, арт-студия Fantasy Room. Создали мы авторские принты по мотивам всемирно известных имен художников, такие как Шагал, Малевич, Лисицкий. Проводим конкурс «Лучший фэшн-иллюстратор». Сейчас девочки, 10 победителей, присутствуют на показах и делают быстрые зарисовки подиумных образов. Что в конечном итоге они получают, выигрывают? Выигрывают победители у нас в школе обучения на полный курс по фэшн-иллюстрации. Хорошо, спасибо вам большое. Я желаю вам выбрать самых достойных претендентов на обучение в вашей школе. Спасибо вам огромное. Почувствуйте искусство вместе с нами. Спасибо. 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 Спасибо.